это что-то мир мне карту мир напомню втором галактике это бранберг да а из танзанитом ух ты вот это танзаниты да вот этот так это бранберг скипетр тут какая-то я ну целый мир получается сейчас дракончик дракончик даже ухты так сейчас подожди два крыла вижу сатурн интересно ты видишь сатурн еще и синим его нарисовал это у человека днк дракона а ты знаешь что драконы с венеры и и мы с тобой как-то пойдем считывать я не буду пока рассказывать что ты но что я чувствую расскажешь что ты чувствуешь звук вижу как и звука звуки распространяются до как трансляция звука и крыльев бесконечность это сферы он строит до вокруг а это галактики правильно что это или ты так видишь и гонечки эти а эти и навершия скипетра так сейчас дожди ложится вот помнишь мы-то отложили и насколько я тебе обещал показать как я совмещала рисунки с этим ложится просто такое необычное прочтение для меня хотя нет вот сейчас я тоже там человека вижу я как-то и не могу даже первое свое ощущение от брандерга я просто так его ждала что наверное тогда слез вообще похоже скорее всего с тем что я еще но для меня я вначале увидела знаешь карта втором и это окончание одного опыта и подведение итогов начало нового и но в тебе весь мир в тебе вся галактика вот у меня первое прошло что там но что похоже на карту мир а сатурн это гармоничная справедливая и благородное прохождение опыта и ты его сюда тоже вставила как умение про дракушек потом скажу а для тебя что дракон вот чего-то его нарисовал он ты его там видел больше почувствовал почувствовала там дракона да прикольно а как ты его чувствуешь но кто для тебя так золотой это больше как какое-то счастье такое а вот представь себе глаза дракона напротив мы многие помнят себя и драконом вот я помню себя и драконом и наездником драконов это параллельные мире такие есть но другие расы цивилизации когда ты наездник дракона ты его друг но вы как в разных телах но слиты а иногда помню себя драконом вот можешь представить себе вначале что это твой друг и загляни ему в глаза вот подлетает или подойди к своему другу дракона и загляни ему в глаза какие ощущения в теле и что на тебя смотрит как старый друг старый друг а что он излучает какое чувство вот когда глаза тебя смотрят где у тебя откликается приятно я в сердце чувствую что это такая теплая любовь такая безусловие глаза мне кажется красными может и красные а у них же разные кстати ты знаешь что есть и люди с красными глазами альбиноса эти кидала недавно что все зависит от меланина которые не сетчатки зрачок он счастья на говорю короче говоря а альбиносов его нет и видны не просвечивается количество пигмента и видны просто прожилки кровяные поэтому кажется красным глазом этот красные зрачки смотри что-то хотел сказать сейчас сейчас на красные глаза перед перед я вспомнила с мне это напоминает вот что-то в этой реальности где нет мы не видим видимых драконов есть чьи-то глаза которые будут напоминает дракона по подобию по энергии да кто просто вопрос себя внутрь или попроси напомнить какую энергию ты видела чтобы на тебя также смотрела как те глаза не вспоминать мне кажется змеи змеи я просто змеи не видела в глазами смотрела у них не обычно застывшие мне это напоминает собаку когда она смотрит вот она смотрит такой же любовью и преданностью но вот такой теплый взгляд собаки коты по-своему смотрят больше на змей похоже хотя у меня от котов тоже это тепло идет вспомни любую собаку ты их боишься я знаю просто вспомни любую собаку которая рядом со мной стоит но не надо ее бояться и посмотри в глаза мы с тобой выйдем потом посмотришь глаза собаки у них вот это вот энергия идет какая дракона преданность любую преданность они тебя принимают любой вот для собаки что путин что не путин понимаешь но если она дружна с этим существом она его любит всего так с драконами потом еще встречать а теперь и стандарт ну то это было смотрела глаза дракона теперь ты дракон просто ноги в ноги руки в руки ты дракон совмещая голову сердце руки крылья лапы все совмещая хвост копчик никак первая щенка чекотно ну первая щенка как в пурби как в потоке света еще но там и спокойствие уверенность свет мощь еще что я хочется сделать вот тебе в тот момент что походить а мне захотелось крылья расправить но как он слиплись можешь оставить себе это ощущение и вот на отдельном экранчике или слитым собой и посмотреть как вот она в тебе будет раскрываться хорошо посмотри дракон там всех ненавидит хочет покусать или там по уничтожать а что он делает он как-то но как бы он добрый или он деструктивный ну так вот это те про сказки про драконов что они абсолютно такие же существа любящие их называют жителями венеры но планеты любви вот который на которых ты резонируешь или драконы и единороги но они не с венеры это вот похожие вибрации безусловной любви но кстати аж запел меня мнение давай просто держу как аж запел в руках когда мы прям безусловно любым так поехали дальше ой ой ух ты могу какая-то такая целостность слияние одновременно целостность но звучат два слова получается верх и низ хорошо слиты кстати я тебе кинула там по моему даже лекция просто я лекции никогда не слушал там что-то тибетская какой-то текст и там про пурбу и про треугольники которые видят йоги и про то что после индра и после работы с пурбой пурба это тоже треугольник это высекание ваджеры это звук важен это следы важен треугольнички и кристаллы который ты рисуешь типа на деревьях их находили позже как это красиво такой зеленые нахатные зеленые розовые то высший в обычной чакральной системе розовое то высшее сердце зеленое это вот просто любовь в многомерности розовая то нахата а зеленые это третий глаз интуиции красиво и так гармонично руки это продолжение сердца всегда вот если хочешь сердцем кому-то прикоснуться ты можешь прикоснуться руками потому что это энергии за нахаты идет поэтому мы руками лечим поэтому все сделано руками если человек с открытым сердцем то она исцеляющие но потому что энергия сердца в карандаш входила и даже если ты будешь работать на компьютере те же руками там шевелишь не мозгой пока поэтому это тоже запоминает энергию но все вот сделанная ручками там даже постиранная ручками приготовленные за ручками натертая ручками но еще тысячи прикосновений наших несет такая еще структура 3 этих три черепахи на которых все стоит очень гармонично очень так раскрывающий получается вот эта вот штучка и за нахаты получается вот здесь как будто раскрывается ну а главное мне нравятся такие кристаллики вокруг этот этот и там занят рисом я говорила что ощущаю вот так очень красиво а ну-ка давай расскажи своими словами еще раз давай как ты это ощущаешь ну просто как мои руки как бы предложение вот как вот эта штука твои руки вокруг тебя вот эти кристаллики играют или всякие ангелочки а вот они голубые серебристые языки света так а теперь звездочки а теперь вот эту конструкцию расскажи это над головой что-то это просто галактика наша что вот ну вот так понятно это вокруг тебя и потом это еще и сферу вокруг этого создает поток такое там занятого вообще гармонично очень красиво забирать ох ты боже мы тут какого ада мюррей на этот ох ты боже мой что тут у нас всякого разного сколько ух ты и чем это ты вдохновилась просто как свой внутренний ух ты ешкинку тут и внутренний мир вот это похоже на какой-то кристалл но мне один она на один кристалл краёна напомню потом покажу даже посмотрю что охренеть как красив ух ты тут вот есть кто-то фиолетовый это твое сияние да вот это вот лучи это поле да вот эти зеленые штуки это из тебя вот эти вот смотри тут получается при том галактика именно 2 лучевая да ну две спирали это твоя планета ух ты ешкинку тут еще кто-то лежит прямо да ой тут пара есть ого это я уже с инопланетяшком это твоя это твоя планета или это ты просто в космосе в свое своей вселенной ты с каким-то вот смотрю световым знаком сидишь и звезды трогаешь это ты тут тоже уже общаешься на постоянной пятиграммной основе это ты да вот это вот эти вспышки которые мы видим да вот эти розовые это вот эти плазмой да это твоя структура ну она хатная такая еще ты цветочки такие паттерны видишь да вокруг кстати симметричная структура и нишной ты видишь ты рисовал ух ты тут сколько сердечек да ты что и кстати вот это тоже есть один такой язык света у того испанца дети потом покажу но он так это какой-то код любви всякие какая-то любящая это заземление да и смотри у тебя но ручки то есть а ножек нету поток света до или ты просто там где-то ножки потерял это просто потоком идем ну а кстати видела я постоянно рисую мальчиков девочек но в таких вот типа юбках она давай просто закрываешь глаза ни о чем не думаешь и смещаемся в любую допустим в кристально в какой-то из реальности здесь на планете параллельно неважно в других мирах просто где-то плазменное тело или себя кого-то где плазменное тело или высокие частоты высокие кристальные вибрации звенящие там где вот все уже из света состоит и смотришь на свое тело то есть вот так вот она как бы стволом потоком идет да хорошо сместись не на землю в другие реальности и смотри на себя там рост такой же или какие-то другие пропорции человека такие же и если там ноги часто ли ты там видишь ноги или это все-таки вот эти юбочки ты называешь заземление вот такое просто там конусом уходящая энергия я вот так если по-честному я ветка ноги вижу ну кажется что да там есть но посидим полазим в разных таких реальностях их миллиарды там должно быть все и люди в юбках и люди без юбок и люди без ног в юбках все что хочешь но я вот подумала что я часто потоком рису я же не зря я когда рисую я не думаю что я рисую то есть у меня нет задачи нарисовать кого-то с ногами руками я чувствую энергию просто ее как-то передаю на этот она бумагу когда рисую таро и древний египет у всех есть ноги там не вопрос там даже если длинная юбка то подразумевается я стопы как бы прорисована что они есть а вот там где я кристальные миры свои рисую или себя в этих мирах у меня все время вот как это струящиеся уходящий новых как ты говоришь как ствол и все но оно такое знаешь все время как со складками ткани то есть какое-то многомерное вот такое вот именно как юбки это мы что-то помним об этих своих мирах или не что-то прямо сознаем это и там лазим надо полазить просто во все что интересует надо полазить ты нигде это в источниках не найдешь что можешь найти коллег тех которые примерно как ты видят но родственных душ но никто тебе не скажет правда это или нет это только твоя истина вот про есть но мы с тобой поговорим я тебе покажу как потоками можно ее осознавать и тогда тебя никто никогда не обдурит даже и грустно научить человека это так мне очень нравится главное розовенька такая вот это вот мысли это световые коды вот эти вот золотые извилины это язык света такой она у меня пошло твоим пением звучать ах ты жучка там еще серебряный есть этот световым звучанием вот этим твоим голосом там вот что-то такое это она думала что это как связь меня со всеми моими я инопланетными вот эти вот связи вот эти нити да а треугольники ты осознанно рисуешь или просто не рисуют а что вот они для тебя значит вижу не тоже как и юбки получаются у них есть основа особенно те вот это земная энергия когда снова видишь есть то есть она заземляет а есть конусом вниз это более такие текучие воздушные еще раз вот это ну типа шестигранника это вода это за 2 треугольничка до друг в друга и вот эти смотри он шестигранник в чего так говорят это кстати символ анахаты это шри янтры это мужское женское это верх-низ это дуальность так изображается в центре смотри треугольник туда идут и в нем треугольник обратно также мир коба рисуется я тебя найду потом покажу мир кобу которая когда крутится получается вот этот овал тор поле вокруг это называет световое тело для дуальности ну вот для людей обычных которые об этом всем забыли и спят во сне но спецпят в жизни не помнят себя светового не помнят и галактику чем помню вот это вот их самая высокая возможность раскрутить клеточки свет свой спускать это вот это мир коба для человека который уже давно с этим есть мир кана и так далее мир коба это египетские термины кусочков души которые вместе соединяясь выводят на новый уровень такие у египтян нету слова душа у них есть минимум девять оболочек одна из них оболочка имени она очень важна в древнем египте самым страшным было даже не лицо с надгробью убрать и всего остального а сбить имя могли взять чужое лицо но написать свое имя имя в вечности это звуковой импринт звуковой код твоя звуковая подпись твое четкое описание кто ты имя остается в вечности как оболочка как часть человека если его убирали то человек оставался в ничем но как бы исчезал так вот а там вот вот такая фигура это значит ты можешь но грубо говоря вознестись перенестись в новые вибрации подняться вибрационно на следующий уровень развития но из самого простого для людей которые вообще ничего не понимают был че был гусеница стал бабочкой ну как бы ползал начал летать вот это такая трансформация а есть звездный тетраэдер это куда больше лучей потом покажу тебе тоже фигура только более объемная постоянно считают твои лучи сколько ты рисуешь но еще там соответствия со звездным тетраэдером с другими этими тоже них ничего не понимаешь я ищу как ты подписываешь себя постоянно так вот эта штучка когда рисуется я тебе давала тому который есть эти сейчас покажу и вот помнишь на видео давала светящуюся такую фигурку под пение хаторов в лампочках сияющую такую фигурку это и была меркаба просто я ее делала из палочек потом научу покажу как ее можно слепить сама но сделать это по правильным пропорциям сделать себе такую штучку и вместе с ней играться если хочется и она меняет пространство у вас здесь все было ими завешенные как-то тут баловалась с этим делом устала устала переродилась так я иду котеночка смотреть залез он или нет красивые миры мне нравится ты можешь пойти взять другие кристаллы хочешь прислать или к классно класс она опаловым переливается да я так плеяды чувствую и пару человек не берешь у меня на сириусе такие глаза я там свои глаза не вижу я там зеркала не смотрю ну вот у меня резонанс опалываем постоянно я вчера вот эти кристаллы переливались тоже опаловки кипсет красоте слушай не каждый может вырисовать свой внутренний вот это мне клетку напомнил сразу структуру какой-то это что-то рисовал шаман на земле земля тоже идет она аналогия земля или другие миры или это похоже похожая параллельная да а шаманский мир и то есть он может быть на земле но он он видит это по-другому мы уже видит до добре что там красненько объявилась тенис это внутри ты че-то там открыла красненько лишь его не был какой-то окисл но это железо может быть окислилась ого я свои кристаллы знаю этого неба и это не внешняя краска там видишь она внутри окислилась часть это взаимодействие с тобой у меня так лазурит и становятся фиолетовыми бирюза зеленая то есть химическое взаимодействие взаимодействие с энергией могут и кристалли но вот нарис выращиваться кристаллики и ты перераспределяешь своей структуре как-то так эти атомы что растет новая структура и вот цвета менять могут и форму немножко и такое на нем как гравировка появляется но вот этого не было вчера может даже по-моему я снимала когда мы играли да то что бросилась глазах новое какое-то звучание мать ты что тут открыла что-то тут с тобой сработал железо скорее всего красного но вообще-то может быть и литий который успокаивает и титан в брандберге там много чего есть интересненько минимум это типа гематит железо но тут может быть все что угодно красный оттенок очень многое дает